привет друзья если меня видно слышно давайте я по крайней мере вас всех вижу поставьте плюс если меня видно и мы начнем потихоньку отлично я думаю что вы все в хорошем настроении точно так же какие потому что для меня сегодня праздник я встречаюсь сегодня с вами а это для меня очень дорогого стоит и просто я я люблю общаться чего и вам желаю я знаю что вы все отличные ребята и мне очень интересно кто из вас работает на данный момент тренером либо занимается тренером либо собирается стать тренером если вы какую-то тематику к тренерству относите поставьте один одерку пожалуйста я посмотрю очень здорово хорошо 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 я понял вас много ребят все четко кто здесь просто послушать кто здесь не тренер и может быть хочет стать когда нибудь тренером поставьте два отлично ромка ерукин алексей сергей гаврилов данил даурен денис станислав отлично хорошо кто из вас вообще к тренерству никакого дела иметь не хочет и просто пришел послушать отлично даурен привет хорошо ребят давайте начнем все отлично а вдруг возникнет так что связь потеряется еще что то я просто нахожусь не в совсем благоприятных условиях но я знаю что это не должно менять концепция нашей сегодня встречи а самое главное ну вы здесь а я здесь все всем привет еще раз сегодня я хочу с вами поговорить и поделиться десятью способами стать лучшим тренером вообще это будет способа больше конечно и прошу запомнить либо записать но самое главное будет некая магия между нами с вами того чтобы сделать какие-то первоначальные шаги для этого давайте я сначала познакомлюсь с вами расскажу кто я такой и зачем вообще ездить меня зовут федоров сергей мне 45 лет я являюсь тренером и владельцем клуба фитнес кроссфит клуба но у меня есть практика есть опыт большой и немножко в цифрах для того чтобы понимали я вам расскажу почему я могу вам об этом говорить и вообще как это как я посмеял в конце концов как там пишут некий сергей федоров решил там сказать что он самый лучший тренер нет я не самый лучший тренер я знаю как стать лучшим тренером и я им обязательно странно но я основатель клуба кроссфит решил я его построил создал годовой доход моего клуба сейчас 30 миллионов рублей в год это по итогам прошлого года если брать август 18 года по август 19 год клуб я вложил 25 миллионов это была страшная история мне пришлось практически продать все но я вам расскажу немножко об этом я думаю что мой опыт будет вам очень интересен потому что я начинал не с каких-то там возвышений то есть такой анекдот при каких условиях молодой человек ни хрена не занимается ничего не делает и стал миллионером вы знаете ответ можете написать хорошо я скажу он раньше был просто миллиардером и все понимаете мы всегда ощущаем по той точке где человек находится и нам не важно что у него было раньше так вот скажу что раньше не было ничего дальше я тренер атлетов кроссфит геймс которые участвовали на кроссфит геймс кто не знает что такое кроссфит геймс это финал это вверх желаний любого атлета и тренера который туда увидит своих спортсменов клуб 3 запятых нет дальше богатые родители да практически но не у меня дальше я один из тех тренеров кто впервые из вывел из российских атлетов на региональные игры своих ребят и я честно говоря этим очень горжусь и у меня этого не отнять потому что но это большая работа большая заслуга не только меня но и моих атлетов моих ребят я мастер спорта советского союза по велоспорту шоссе мастер спорта россии по пауэрлисингу федерации айпиэф то есть это официальная федерация где ну силовой троеборий присед джим и тяга и выступаю до сих пор вроде в ноябре когда нет весной я выступал на соревнованиях также дальше одно из моих заслуг это моя тренерская деятельность началась девяносто четвертом году и кто знает кто здесь находится на фотографиях это наши легендарные спортсмены настя владимирова чадин сергей и да все знают я провел на сегодняшний день 372 соревнования 372 встречи то есть если соревнования считать больше ста человек то это конечно меньше но это были самые шумные самые грандиозные соревнования здесь есть ребята которые наверняка с моего клуба если есть можете отозваться вы знаете как это все проходит дальше все знаете соревнования легенды геймс может это выступал из вас на легенда москву так вот легенды геймс начал я и это началось я знаю как это начиналось и почему называется легенда и если вы знаете этот логотип легенды геймс легенды москву вы можете взять футболку и посмотреть в нижней точке строгой написано НЧК английскими буквами это значит Новочебоксарск это город в котором я родился и город в котором я начал это мои соревнования которые я потом перенес в Москву я обучил на сегодняшний день 2566 новичков у меня есть статистика это веду и скажу почему потом попозже новички это те которые первый раз пришли на тренировки я знаю наверняка здесь я понял что здесь есть Рома Яруткин Рома также один из моих учеников на он рампе Рома можешь рассказать немножко как это было для тебя кроссфитом я начал заниматься увлекаться изучать его с 2010 года я участник соревнований кроссфит соревнований опенов и кубков и выиграл первое место на Урал Атлетик Челлендж в прошлом году подготовил чемпионат России по пару личингу чемпионаты Европы по кросслифтингу и чемпионаты мира по кикбоксингу ребята не дадут соврать здесь есть ребят которые меня хорошо знают не все как бы начиналось у нас все с этого все было хорошо но вот немножко предыстория я начинал то есть минусы мои минусы я начинал 10 раз бизнес 10 разных бизнесов все с нуля ни копейки в кармане один раз я начал бизнес с минусов три с половиной миллионов это да это бизнес кроссфит который я начал минус это я должен приставам три с половиной миллионов кошмар в 2015 году у меня был инсульт конкретный вы видите я жив и здоров немножко губа отстает но я скажу что это был полный трэш и я думаю это самый большой минус был откуда надо было вылезать и я считаю что это дает мне право понять и рассказать как нужно жить и как нужно действовать в четких условиях которые у себя поставили это все в прошлом в настоящем есть вы есть я и есть моя школа новых тренеров где я преподаю и буду ее развивать дальше дальше и дальше потому что одной из моих миссий это убрать необразованных тренеров вообще с вида традиуса действия для того чтобы они не калечили не мешали и занимались своим делом теперь о том что происходит с любым из вас когда мы если есть здесь тренера наверняка вы сталкивались с тем что с чего-то надо начинать либо то место где вы сейчас находитесь вас не совсем устраивает с чего-то надо начинать вообще и чаще всего возникает такая ситуация что у вас ничего не получается что бы вы ни делали вы прошли какие-то курсы прошли обучение вам кто-то что-то сказал вы где-то что-то увидели прочитали но ни хрена ничего не выходит вот просто и вот этот волчонок это ваше отражение которое показывает что и говорит что что-то надо делать действовать но впереди тупик потому что возникает страх возникший из ситуации что бы вы ни делали просто как говорится как поется в песне не идут дела почему это происходит ребят происходит по одной причине во-первых вам не дают ваши иллюзии и вы смотрите на мир совсем другими глазами теми глазами которые выросли образовались от тех стереотипов которые вам и внушили в детстве вот сегодня мы разговаривали с Сашей все получалось так что ему по крайней мере всегда внушали что он должен быть хорошим но не для себя а для кого-то и сами помните наверное такие действия когда родители говорят отдай конфету иди пожалей эта игрушка ну твоя и дай ему поиграть и так далее так далее так далее нас с детства внушали нам и вставляли в нас те стереотипы которые сейчас во взрослой жизни нам мешают думать правильно потому что одной из ключевых задач это собственное как бы сказать благополучие ведь когда вы счастливы вы можете дарить счастье другим вы просто будете его излучать ладно об этом потом дальше все так происходит так что вы иллюзорно даже обычные вещи вы можете видеть необычно необычные вещи простые которые находятся на расстоянии вытянут руки вы не воспринимаете это как способ стать лучше вы просто видите это скорее всего с негативом или с тем настроением которое у вас есть я вот ставил такую картинку для того чтобы понимали что для вас сейчас это то зазеркалье и непонятный мир который вас окружает где вы в принципе не совсем понимаете что вы хотите скажите мне пожалуйста поставьте пятерку те кто знает точно что он хочет в жизни знает не словами я хочу жить хорошо а знает в цифрах поставьте пятерку кто знает что он в цифрах хочет Андрюха молодец отлично Саша молодец Саша это же ты Эдгар молодец отлично ребят очень здорово если вы знаете в цифрах что вы хотите в цифрах я имею ввиду самые простые вещи если вы хотите денег вы должны точно себе ответить сколько вам это нужно когда вам это нужно и самое главное зачем вам это нужно если вы можете ответить на эти вопросы то это у вас обязательно будет теперь давайте поговорим о том в чем мы собрались что нужно делать как нужно действовать и те способы которые я вывел специально себе как рекомендацию рекомендацию для действия потому что так или иначе я всегда смотрю на них вот у меня есть доска я ее написал крупным шрифтом эти буквы эти слова для того чтобы не отходить из действий если вы готовы погнали что нужно сделать первое смотрите картинка вставать утром с улыбкой вам поможет любимая работа здоровый образ жизни и щепотка кокаина это конечно смешно но самое главное вы должны для себя определить найти ту работу то занятие которое вам приносит удовольствие если по каким-то причинам вы занимаетесь ничем чем нужно либо из-под пинка вы выходите бежите на работу вас заставляют просто напросто то скорее всего это не то не то место где вы должны находиться никакая щепота то есть только щепотка кокаина вас может поднять и отправить на работу если вам скажут что сегодня будет выдавать премию у вас будет настроение идти на работу оглянитесь если вы считаете сколько дней осталось до отпуска если вы смотрите на часы и смотрите считаете когда быстрее закончится вся эта работа то скорее всего вы находитесь не на своем месте и попробуйте определить какая работа что вам приносит удовольствие если работа с людьми для вас является бременем то скорее всего вам нужно работать в другой сфере в другой отрасли дальше если вы хорошо вы определили что вы тренера и вам нравится тренировать вы просто кайфуете от этого кайфуйте от глаз который на вас смотрит кайфуйте от общения с людьми тогда это ваше место и давайте посмотрим дальше и на то что может сделать вас еще лучше после того как вы определили что вам все нравится вы должны принять решение идти до конца что такое конец куда идти зачем идти о чем я говорю вообще я хочу сказать что любая ваша цель должна быть измерима саша я тебе расскажу как оно будет приносить тебе много денег запись будет Руслан запись будет решение идти до конца на пути к вашему совершенству если вы поставили допустим себе цель вот нравится вам как Саша сказал нравится вам заниматься тем чем вы занимаетесь и поставите себе цель цели должны быть измеримы вы поставили себе цель допустим у вас должно быть 50 клиентов 50 клиентов в клубе вашем который будет ходить только на вас поставьте решение дойти до конца имейте в виду что впереди на этом пути может быть все на свете может вообще никто не прийти могут развернуться уйти могут нахаймить а могут прийти не 50 а 300 человек что вы с ними будете делать это тоже проблема дайте себе слово что бы то ни стоило идти до конца при любых условиях оставаться в трезвом уме и четко двигаться в заданном направлении третье вот такая вот картинка картинка говорит о том что то что сейчас у вас есть вот Саша сказал удовольствие приносит денег приносит мало то что у вас сейчас есть вам нужно загрузить вот такой грузовик и отправить его подальше те инструменты которыми вы сейчас пользуетесь и они вам не приносят дохода это просто инструмент старого образца это больше не работает вам необходимо пересмотреть свои ценности свои устои и может быть даже механики вам нужно по-другому взглянуть на этот процесс в чем я говорю о том что возьмите к примеру наших тренеров которые вот сейчас сидят в секциях по легкой атлетике в секциях по тяжелой атлетике те тренера которые просто сидят в кабинетах прокуренных вот я знаю у нас есть в одному тяжелоатлетическому не штанге только спорту где они живут до сих пор в 80-х годах и то что там происходит они удивляются и хают всех вокруг только не себя они пользуются все теми же механиками как это было раньше когда им стоило просто пройти по школе потому что директора им это разрешали делать потому что ну не было никаких барьеров а наоборот только пинки их обеспечивали помещениями инвентарем людьми можно сказать базой какой-то я сам и в велоспорте в велоспорте особенно это было давно мы ездили каждый год в Душанбэ представляете я не платил ни копейки мы ездили на сборы в Душанбэ и гонялись там на союзных соревнованиях вот как раз там это все и произошло эти инструменты больше не работают вам надо просто пересмотреть это и использовать совершенно другие вещи что нужно дальше сделать то есть выкиньте все нахрен бросьте забудьте что не ждите что вам кто-то что-то принесет но на самом деле вам никто ничто не должен ищите сами новые инструменты пробуйте ошибаетесь это самое крутое все что нужно сделать дальше первое ой первое говорю следующее это полюбить себя вот что я хотел это это одно из самых 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 главных самых главных вещей пока мы не полюбим себя нас никто не полюбит в самолетах прежде чем то есть говорят когда если что-то экстремальное когда кислородная маска падает вы должны сначала на себя ее одеть потом отдать ребенку пока вы не поможете себе никому помочь не сможете не ищите причину проблем в ком-то ищите проблему в себе меняйте ее трансформируйте сделайте себя счастливым человеком ведь когда вы наполнены счастьем и энергией вы будете светиться ну реально ну не как лампочка вы будете светиться выражениях вы будете светиться в делах у вас появится желание жить творить вы тренера вы люди с огромным опытом я наверняка уверен что опыт у вас больше чем мой конечно в таких условиях как вы работали работайте я не работал может быть я уверен но понимаете вот вы чахните и вы начинаете ненавидеть всех потихоньку потихоньку это приходит вы приходите домой просто-напросто к вам ваша вторая половина или там дети подходят и спрашивают что-то как дела а у вас дела были хреновы вы просто ненавидите всех потому что эти люди которые вас окружают они являются для вас проблемой обузой вы находитесь в замкнутом кругу остановитесь вы на любимой работе вы приняли решение дойти до конца представляете какой у вас базы вот как здесь девочка прижимает к себе блокнотик вы точно так же прижали к себе свою мечту свою цель и вы знаете что делать вы решили вы отбросили все старые инструменты вы сказали себе я начну это делать по-новому я не боюсь ничего и вы полюбите себя есть такая игра называется большие бешеные сейчас скажу дикие деньги бешеные деньги смысл в нем в том что очень простой я ребятам в чатах которые прошли курсы дам это и на курсе смотрите как тренировать больных артритом это все будет на курсе ответьте на вопрос вот смотрите такая ситуация вам каждый день приходят деньги каждый день тысячу долларов 66 тысяч рублей да там 67 да дикие деньги да миша привет 66 тысяч рублей условия вам эти деньги нужно потратить нельзя платить ни по каким долгам никому ничего покупать нельзя только на себя только на себя никаких отложений никаких ни кредитов ничего не оплачиваете вы только покупаете для себя понимаете когда я начал эту игру просто привет тут миша не дашь соврать мы тупили дико я не знал куда потратить на себя 66 тысяч я не привык на себя тратить я привык работать на других я раб своих действий я зарабатываю деньги для того чтобы отдать кому-то я беру кредит для того чтобы потом отдавать большую часть денег кредиторам и все это происходит в таком русле что я перестаю принадлежать себе полюбите себя а эти игра дикие деньги это бешеная игра она развивает хотелки она развивает понимание для чего вы работаете зачем вам нужно это все вы научитесь тратить деньги а самое страшное что первый день если вы научились тратить деньги расписали нашли на сайте куда что потратить второй день если вы это сделали второй день вам приходит две тысячи долларов потом три тысячи долларов и так до десяти тысяч и если вы вдруг не знаете куда тратить вы скатываетесь опять сначала и опять заново все начинает это развивает вас желание желание заняться собой это очень мощный инструмент Миша скажи дай Миша знак дальше что нужно сделать станьте учеником учитесь всегда учитесь учитесь всегда нужным вещам если вы допустим вот Сергей Валерьевич спрашивает как тренировать больных от ритм очень просто надо научиться этому надо научиться этим знаниям и тренировать их учитесь всегда учитесь по тем запросам которые возникают перед вами если вы хотите стать крутым тренером учитесь если вы хотите стать крутым бизнесменом учитесь если вы хотите стать стоматологом учитесь ортопитологом учитесь водителем учитесь все время если вы остановились и вы считаете что вы все умеете все пропало ребят просто все пропало каждый день нужно учиться вы представляете какой багаж знаний у вас будет открыли рот и какая-то ценная информация вышла из вас это это большой плюс это большой дар умение учиться как бы я ни говорил но среди моего окружения я не говорю про моих студентов среди моего окружения ребят очень мало кто я говорил ребят вот ты человек проработал пять лет в одной сфере на грузоперевозке я говорю ты сколько вбухал денег уже туда 15 миллионов здорово а кто тебя окружает сколько человек вот 5 человек у него а сколько они вбухали в твой бизнес. Нисколько, я им плачу. Круто. А чему ты научился? Вот представь, говорю, что вот за эти пять лет чему ты научился? Что у тебя есть? Что-то, образование какое-то. Получил что-нибудь? Нет? Ну нет. Ну тупо работал. И что-то заработал. Начали считать, но практически ничего. Разговор наш зашел к тому, что если он хочет стать намного круче, мы выявили те моменты, которые те качества, которым нужно обрести. Просто надо. Что для этого нужно сделать? Открыть интернет, найти телефон, позвонить, записаться, выучиться. Все. Проблема решена. Все просто. Что нужно дальше сделать? Станьте голодным до общения. Это моя любимая картинка. Здесь голодающий мальчик, но трансформируйте в то, что мы должны хотеть общаться. Мы должны быть голодными, потому что при общении мы получаем от людей все самое ценное и все самое нужное. Люди обычно с нами делятся своими проблемами. Ведь бизнес состоит в том, что мы решаем чужие проблемы. Решаем за деньги. И возможно, если возможно это сделать здесь и сейчас, мы это так и делаем. Если это невозможно сейчас, мы находим инструменты и завершаем. Это по поводу, как тренировать больных характеристик. Общайтесь, общайтесь, общайтесь. Ищите площадки, где можно общаться, коммуницируйте. И лучшим способом для этого, конечно, на сегодняшний день я тут в соцсети. Потому что вы не выйдете в подъезд и будете цеплять каждого. Можно ли с вами поговорить. Площадки, социальные сети позволяют вам это сделать. И тем самым вы, короче, получаете секрет. Об этом чуть попозже. Дальше. Будьте искренними, станьте искренними, не обманывайте. Когда, никогда, ни при чем, не говорите за спиной, не позволяйте это говорить другим. Будьте с широко открытыми глазами, смотрите на мир, всегда удивляйтесь. И будьте тем человеком, который открытый, глупеньким, туповатым, наверное, для многих. Это кажется, что человек наивный. Нет, оставайтесь в здравом уме, но никогда не обманывайте. Если человеку, если вам что-то не понравилось, так скажите. Вы знаете, насколько это легко? Насколько это просто и легко становится? В тренерской деятельности это очень важно. Если вы что-то не знаете, не врите, скажите, я не знаю, это не опустит вас в глазах вашего клиента, конечно, нужно добавить, что эту проблему я решу, потому что я тренер, я знаю, где мне посмотреть. Да, именно это в три дня, и через три дня мы встретимся и с тобой это все обсудим. Далее обещание, сделайте три дня на то, чтобы узнать и решить эту проблему. Будьте искренним человеком. На самом деле, но это ко всему подходит и, как говорится, люди к вам потянутся. Дальше. Проводите открытые встречи. Встречи открытые, я имею в виду, что вы должны собирать людей не только в соцсетях, на площадках, в этих интернет-площадках, но и вживую. Объявляйте о своих семинарах, если вам есть что сказать, а вопросов очень много. Я говорю, при общении с клиентами всегда возникнут вопросы. Услышали 3-4 одинаковых вопроса, имейте в виду, что это тенденция и это какой-то общепринятый вопрос. Составьте тему, пригласите людей и расскажите им. Если вам что-то нравится, соберите людей и скажите, что вам нравится. Если вам что-то не нравится, соберите людей и скажите, что вам не нравится. Не стойте, не молчите, будьте открытым, собирайте людей, потому что вы тренер, вы магнит. Вы доктор, вы специалист, к которому люди общаются. Повышайте свою лояльность этим. Повышайте лояльность клиентов к вам. Собирайте отзывы. Это ваш щит и ваш снаряд. Это ваше звание, ваши регалии. Нападков со стороны всезнаек очень много. Миллион, миллиард. Чем становитесь вы популярнее, тем вы становитесь как будто уязвимее. Но те отзывы, которые вы собираете, это погоны со званиями. Человек, который богат опытом работы и у которого масса отзывов, он защищен щитом людских эмоций. Вы станете просто непобедимым. А это очень нужно для тренера. Это щит. Приносите пользу. Это тоже одно из самых главных. И не нужно терять контроль над своими действиями. Определите для себя миссию. Что вы хотите в жизни. Что вы хотите от того, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь любимым делом. Саша сказал, что нравится все, но денег приносит мало. Какая твоя цель этих тренировок? Если заработать деньги, а для этого есть механика движения. Но без любви к людям, без передачи энергии, без передачи знания и положительных эмоций, обратной связи никогда не будет. Определите, в чем польза ваших действий. Вообще, в чем ваша польза в этой жизни. Что вы можете сделать для окружающих людей. Пропишите это крупными буквами. Вы знаете, в некоторых европейских странах и даже в Африке делают наколки с призванием человека. Кто он такой? Мугамба-охотник. Все. В этом его польза. И одно из самых главных моментов это делать замеры. Замеры имеется в виду, нужно всегда отмерять те ваши шаги поэтапно. Туда ли вы двигаетесь? В правильном направлении? Какие результаты вы получаете? Ведь если вы двигаетесь, кажется вам правильно, но с этого вы ничего не получаете. Ноль. Ноль. Просто глухой ноль. Саша опять сказал, что нравится дело, но не получает доходы. Значит, ты не туда двигаешься. Либо доход получил с чего-то, определи, что дало доход, что привезло клиентам. Что для этого нужно сделать? Усиляй этот момент и замеряй дальше. Применяй новые техники, новые стратегии. Это даст тебе более, скажем, видимый результат. Если у тебя начинает получаться, сфокусируйся на нетом и все будет хорошо. Постоянно замеряй. Не действуйте абы-кабы. Что-то делаете. А сколько сделали, не знаю. Я поэтому вначале спросил, знаете ли вы в цифрах, что вы хотите. Очень хорошо, кто знает это. У того все получится. И вот эти все, сколько у нас, 11 получилось, 11 моментов, 11 качеств и характеристик для успешного тренера. Это нужно делать обязательно. Здесь еще, конечно, включено очень много, масса других моментов. То есть нужно обогащать знания, это станем учеником. Отзывы – это работа с клиентами, как ваш итог. Замеры – это, грубо говоря, наполность вашего кармана, улыбка ваших близких, которые понимают, что вы приносите какое-то счастье. Общение, контакты – это все-все воплощает из простого человека в вас настоящего магнита, который будет притягивать к себе массу людей, которому вы нужны. Все эти знания воплощены вот в этом логотипе, который вы видите «Школа наук тренеров». «Школа наук тренеров» – это мой проект, где я приглашаю всех, кто хочет достичь новых высот и нового квантового скачка, скажем, даже не это, а перейти через портал в новое свое качество, приглашаю в «Школу новых тренеров». Здесь есть ребята, которые, да, они ложатся на все направления жизни. Ведь тренер, правильно, Андрей? Ведь тренер – кто это такой? Тренер – это искусство. Это человек, который может не обязательно тренировать спортсменов. Это человек, который может тренировать своих детей, свою жену, своих близких, своих родных. Вы знаете, чем отличается учитель от тренера? Давайте, напишите, как вы считаете, чем отличается учитель от тренера? Если ничем не отличается, напишите «ничем». Если чем-то отличается, напишите. Давайте такой небольшой интерактив. Отлично, я вижу, что Андрей, Юля, Денис пишут очень хорошо. Давайте, пишите, 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 ребята. Принимайте участие поживее, это очень прикольно. Включайтесь с работой. Учитель-теоретик. Я тренер по фитнесу, я как артист выступаю. Юля, молодец. Молодец. Ответственностью. Женя. Хорошо. Учитель делится знаниями, тренер, навыками, опытом. Классно. Боськов не знаю. Но учитель дает стандартный шаблонный вариант решения. Тренер задач, индивидуальный подход. Учитель остается за стенами школы. Тренер несет себя в течение всей жизни. Ростислав, золотые слова. Тренер передает свой опыт, отдаст все свое время, чтобы ты стал лучше. Амир, ты работаешь тренером? Очень красиво. Тренер – это наставник. Паша, молодец. Учитель – это часть тренера. Да, это часть тренера. Ильдар, учитель дает знания. Тренер применяет знания на практике. Молодец, Ильдар. Молодец. Молодец. Вот. Учитель дает знания. Да. Учитель – это книга. Любая наша книга – это учитель. Наши действия и ошибки – это тоже учитель. Говорят, жизнь учит. Жизнь дает нам ситуацию. Мы начинаем его. То есть мы сталкиваемся с этой ситуацией. Получилось у нас, не получилось, мы делаем какой-то вывод. А тренер, тренер, грубо говоря, да, это тот же учитель. Он дает вам знания. И он дает вам задания. После этого он задания проверяет. И масштабирует их для того, чтобы вы выполнили это задание. Если вдруг у вас не получилось, он предлагает вам более мягкие условия. Если у вас получилось, вы идете дальше. Тренер, правильно, это наставник. Тренер всегда получает обратную связь с вами. Тренер анализирует ваши действия и ведет вас. То есть нет персонального учителя, есть персональный тренер. Понимаете, да? Оба учат. Но вот, Никита, у тренера есть такое, что он учит и проверяет домашку, грубо говоря. Да, Амир, очень здорово. Так вот, пошли теперь. Чем мы учимся на Школе новых тренеров? Что мы даем? Что это такое? Чтобы вы знали, как это работает вообще? Как у нас происходит там все, наша учеба? Здесь ребята есть, они подскажут, не дадут соврать. Ребята, если что, дописывайте. Создание личного бренда. Вы – это живое лицо. И первоначально я говорю сейчас про новые инструменты. Помните про грузовик? Так вот, мы все выкидываем, мы перегружаемся, мы инсталируем новые знания. Вы – это живое лицо. Плюсы в том, что люди общаются не с каким-то логотипом, а общаются именно с вами. С Артемом, со Станиславом, с Сашей, с Александром, с Мариной, с Юлей. И им всегда есть, что им сказать, потому что они такие же люди. Они понимают, что тренер не может знать все. Он может даже посоветовать что-то тренеру. Понимаете, здесь происходит взаимосвязь. Нельзя этого сделать с брендом. Но как бы и бренд может закрыться, может перекупиться, может продаться. А вы, как личное, как живое лицо, как личный бренд, вы всегда остаетесь открытой. И клиенты ваши относятся к вам с предпочтениями. Они знают, вот идет такой-то, такой-то. Минусы в том, что я ощутил на себе. Плюсы в том, что стало очень писать много людей. По любому поводу. Но также, ну, про хорошее, если. Но также и люди видят открытую связь с человеком, а не с брендом. Не с логотипом, не с каким-то там промышленным логотипом, брендом. И они срут так же, как, знаете, как на человека. Они могут послать и срут на лицо, срут с утра, срут вечером, срут днем. Хают, ругают и так далее, и так далее. И я, ну, вот на забор, скажем, какой-нибудь компании насрать можно, но компании от этого пофиг. А вот мы, как люди, это очень близко все к сердцу воспринимаем. Но есть инструменты, которые позволяют нам как-то с этим бороться. Так что есть и плюсы, и минусы. Но плюс в том, что ваши клиенты идут к вам. Вы можете развернуться, уйти в другой клуб, и все клиенты пойдут к вам. Потому что они ходят на вас. Соцсети. Настройка соцсетей происходит. И сейчас ребята, которые проходили в первом курсе, в первом потоке, их знания уже устарели. Сейчас новые знания. Эти новые знания я им даю дальше в школе. Соцсети – это бездонный поток клиентов. И этим надо пользоваться. Не игнорировать. Меня там нет, меня записывают американцы. Кому вы нахрен нужны, дорогие мои? Никому вы не нужны. Поэтому… Да, Андрей, я понял, ты про что. Поэтому надо пользоваться соцсетями. И о соцсетях мы говорим достаточно хорошо, много и конкретно. Дальше у нас идет программирование, программирование тренировок. Дозировка правильная. Кому сколько, как давать, зачем давать. И что мы получаем от наших тренировок. Как этим регулировать. Так, чтобы вам было легко и легко строить программу тренировки. И вы это могли делать с удовольствием. Потому что это действительно искусство. Если здесь есть ребята, которые прошли курсы, они наверняка теперь кайфуют от того, что программируют и делают это очень художественно. Здесь проявляется стиль каждого тренера. Шаблон может быть один. Но вот введение этого и не отходя от этого шаблона, вы можете построить тренировку, не меняя цели для любых категорий. Для новичков, для опытных и для атлетов. На курсе я даю готовые решения по привлечению к клиентам. Есть готовые решения программ тренировок по гимнастике, ходьбе на руках, первым подтягиванием, выходом сил. Это все есть блоками для того, чтобы вы могли это даже дать своим клиентам. Вы можете организовать какие-то персональные тренировки по этим направлениям. А можете просто продать информацию своим клиентам. То есть силовая подготовка, гимнастика, выносливость. Все это есть и идет к готовым решениям. Это вам идет так называемым блоком, бонусом. Почему я это даю? Потому что знаю, что это будет наглядным пособием для того, чтобы потом самим дополнительно моделировать тренировку. Инструменты увеличения продаж также присутствуют на курсе, для того, чтобы вы могли привлекать клиентов и продавать гораздо больше. Как итог этому всему, это клиенты, новые клиенты и новый доход. Если клуб дорогой, какой бы супертренер ни был, смотрят на клуб, спустя время клиенты и сами могут строить себе программу тренировок. Ну, скажем так, что, наверное, ты прав в чем-то прав, но если тренер не зажигает, ты можешь представить самому крутого тренера и самый крутой тренер работает. Ну, насколько самый крутой тренер? Люди, которые умеют общаться, которые умеют объединять, заводить, то наверняка вокруг них будут и вертеться другие клиенты. Ведь, посмотри, на самую обычную свадьбу, допустим, какая бы ни была крутая свадьба, всегда существует тамада вокруг, который управляет этой свадьбой. Я понимаю, что все сами могут сделать свадьбу, но приходит тупик так или иначе, и люди начинают обращаться к специалисту. Если ты приходишь на тренировку, и рядом существует какая-то движуха, хочешь ты этого или не хочешь, ты идешь туда, бежишь, смотришь. Наверняка вы все участвовали в таких мероприятиях, как марафоны, бег 10 километров, бег 5 километров, марафон, гонка героев, стань человеком и так далее, и так далее. Насколько бы вы крутым не были, вам нравятся эти движухи. Вот об этом я и говорю. Вот о чем. Теперь немножко отзывов. Я расскажу немного отзывов у ребят, которые прошли курс. Итог, как конспект этого отзыва, с 15 тысяч дохода до 78 тысяч за 2 недели. Здесь я попросил написать, как у него происходит, сможет ли это написать и сделать видео. Он сделал. Написал, Катерин, конечно, можно. За 2 дня мы заработали эту сумму. Эта сумма была достаточно большой. И персональный занятий за 2 недели после курса. Вот. Согласен, Миша. Правильно. Дальше. Отзыв. Это все положительные отзывы. Здесь с 3 человек до 28 человек в мертвый сезон человек набрал себе клиентов. И 3 человека. Видите, это было не один год. Это было постоянно. И здесь в итоге, то есть 16 человек на момент написания. Это было 16. А когда закончился курс наш и начался их курс новичков, то есть я даю эти пошаговые инструменты, человек получил 28 новых лет. Здесь конверсия, то есть для тех, кто понимает, что это такое, вон, здесь рост конверсии 60 до 80 процентов, конверсия выросла. 60 процентов было раньше, 80 конверсий стало сейчас. То есть это более, скажу так, я для себя отметил, это как больше понимание клиентов. Клиентов, тренера начали больше прислушаться к клиентам и понимать, чего они хотят. В рублях это 30 тысяч рублей. Ну, а есть и минусы, ребят. Вот один из самых минусов. Это, конечно, смешно, но проблема перенасыщения. Человек записал видео и этот отзыв есть. Ой, я записал. Сейчас, ребят, секунду. Я забыл кнопки включить. Я вам дал. Вот, кнопки внизу. Здесь видео, отзывы и пошаговая инструкция. Он рам курса для новичков. Вы можете посмотреть. Я ее создал давно, переделал, перестраивал. Это суперсистема, которая работает с новичками. Но сейчас есть короткая и более насыщенная, которую я даю на курсе. Так вот, проблема перенасыщения в том, что человек не занимался тренерской деятельностью. Но раньше занимался, но не занимался давно. И думал прекратить это. Здесь он мотивировался моими словами, моими пинками. Потому что давай-давай инструменты, которые, они, в принципе, легкие инструменты. И ими нужно пользоваться. Он попробовал, и вот что получилось. Он думал набрать группу 6-8 человек. А пришло за 3 дня 40 человек. Но он просто не знал, что делать. Он пишет мне, что у него жестко не хватает места. Не хватает оборудования. То есть, это такой минус. Хороший минус или нет. Так вот, ребят. Эти все инструменты и все отзывы созданы для того, чтобы вы поняли, чем я занимаюсь. Что я даю на этом курсе. В принципе, это, наверное, основная часть. И теперь немножко о стоимости курса. Курс имеет стоимость 6 тысяч рублей. Это 5 недель обучения. 5 недель обучения. Ребята получают чат учеников, где они общаются. И вообще там вместе же общаемся и делимся. И ребята занимаются таким нетворкингом, где сразу в уголков страны выполняют одну задачу. И в конце их просто не разорвать. Чат первой группы настолько сплоченный получился, что я планирую для них лагерь сейчас на юге. И летом приглашу туда всех выпускников. Это домашние задания обязательно каждый день. Контроль выполнения. Я обязательно спрашиваю. Обязательно есть ведомость, где отмечаю выполненные и выполненные задания. Пинаю обязательно. Это достижение результата обязательно. То есть человек, который не... Ну нет такого, которого не достиг результата. Просто. Если он просто сам не выпал и сказал, меня не трогайте, я занят, я уехал, я не успеваю. И еще такое. Он, да, не достигнет. Все остальные достигают успеха. Дальше, ребята, окончивший этот курс, получать приглашение на трехлетнее обучение, где в более умеренном режиме я даю другие навыки управления, бизнесу, психологии, маркетингу, СММ, таргетинг, мотивации и так далее, и так далее. Это очень большой курс, где каждую неделю выходит по одному заданию. Там стоимость копеечная. И в конце курса вы получаете свидетельство. Средиятельство и аттестат успеваемости. Это предложение есть для тех, кто до 22 сентября, это суббота. То есть 22 также включительно оплатит курс стоимость 6 тысяч. С 22, то есть с 23, тогда, когда мы уже начнем работать, курс будет стоить 8 тысяч. Есть VIP. И стоимость его 15 тысяч. Здесь мы напрямую общаемся с ним. Он общается в чате, я общаюсь с ним, проверяю его, контролирую. То есть я занимаюсь непосредственно тренерством очень потно. Как оплатить? 6 тысяч можно оплатить на карту, по номеру телефона. Вот мой номер телефона. Кстати, можно позвонить, я здесь. Я отвечу. Получатель Анны Игоревна, то есть моя жена. Есть несколько форм оплаты. То есть это прямая оплата до 22-го, 6 тысяч. Можете оплатить с рассрочка, но рассрочка будет действовать, то есть на стоимость 84 тысяч до 22-го сентября, первый платеж, до 13-го октября второй платеж. И есть VIP. То есть вы можете оплатить тремя частями, 5-5-5. В итоге получится 15. В конце я покажу еще раз. Уроки каждый день, кроме воскресенья. Теперь ответы на ваш вопрос, которые могут возникнуть. Уроки каждый день, кроме воскресенья. Публикация уроков в 3 часа по Москве, для того, чтобы ребята смогли сформировать, то есть могли посмотреть задание, смогли его начать выполнять. Вечером у нас разбор происходит заданий. То есть мы собираемся, я рассказываю, какие моменты, какие трудности могут возникнуть, какие вопросы могут у вас быть. И мы уже двигаемся дальше. Занятие. Выполнение домашних заданий от 10 до 20 минут на выполнение. То есть не больше для того, чтобы это было легкое и не отрывало вас от основной вида деятельности. Можно выполнять на корточках. Все задания нужно будет выполнить не обязательно каждый день, то есть от одного до второго, до конца курса. То есть вы можете вернуться к прошлому заданию, выполнить его и в конце концов, в конце курса у вас получился полный пакет. Но лучше следовать прямо плотному графику. Весь материал останется у вас. То есть я его не забираю. Вы сможете работать им на протяжении всего времени. Можете возвращаться к нему. Если что-то забыли, использовать заново. Если вы все сделали, ничего не получилось у вас, но я верну деньги. Эти деньги, которые получаю, я расходую на инструменты, которые существуют для ведения этого всего. Но вот если вдруг вы все сделали, я все сделал, но у меня ничего не получилось, я верну, возвращаю вам деньги полностью в полном объеме. Если вы вдруг захотите провести мастер-класс у себя в городе по какой-то тематике, касаемо тренерства, либо этот же курс, есть интерактивный курс, где мы со всеми-со всеми участниками работаем в мессенджерах и очень мощно начинаем прокачиваться в течение двух дней, я могу приехать к вам. Для этого оставьте заявку. Просто напишите мне в личку. Вот. На этом, в принципе, все, ребят. Теперь есть время на то, чтобы вы задали вопросы, и я на них отвечу с удовольствием. Пишите, и сейчас разберем вопросы. Если вы что-то не знаете, спрашивайте. Курсы, наверное, будут. Но будут, да, будут. Да, Андрей. Да, слышал такой практикум. Слышал, что он будет в Москве, но конкретно ничего не слышал. Мне Саша отдавал ссылку. Ну, здесь, кстати, сидит, наверное. Нет, честно говоря, ничего не могу сказать. Серега, извини. Если хочешь, я могу узнать, но если человек специалист, почему нет? То есть, учитесь, ездите, ходите и ищите свое. Это, в принципе, хорошо. Что бы там ни было, если это практика, если это практика с обратной связью и дают какие-то знания, это очень здорово. Пользуйтесь. Я сам обучился. CrossFit Level 1, CrossFit Level 2, CrossFit Endurance, CrossFit Weight Liftings, CrossFit Gymnastics. Кучу бабок потратил. Учился, учился, учился. Да, Ростислав. Анатомия. Будут... Из этой темы будут предлагаться упражнения. Так, как вы должны рассказывать новичкам. То есть, самые простые, на что уделять внимание, на что нужно смотреть, где возникают частые ошибки и как их нужно поправлять. Про анатомию физиологии я уверен, что вы знаете больше меня. По биомеханике, да, будет, но это будет такой фокус, где вы поймете, что является двигательной системой вообще, на что нужно обращать внимание, примасштабирование. Вот для чего это нужно. Для того, чтобы вы, допустим, понимали, у человека болит колено, не может приседать, какое ему упражнение дать. Просто-напросто. Да, Артем, будет, но пока я не знаю, когда. У нас есть еще две минутки, ребят. Я не во время... То есть, после прохождения курса мы с ребятами не прощаемся, а всегда держим связь. Есть вопросы какие-то, и мы всегда это раскрываем и получаем. Также ребята, которые выполняют на отличные все задания, участвуют в продвижении в Инстаграм. То есть, они получают продвижение для клиента. Для того, чтобы клиентов было больше. Администрирование и ведение дел. Женя, у нас в школе новых тренеров, которые, ну, в принципе, первый урок уже закончился, они идут, и в это воскресенье у нас будет программирование для атлетов, персональное программирование, а потом идет управление. Да, это обязательно будет. Это есть. А если у тебя нет опыта тренерства, это даже лучше, потому что у тебя нет сложных стереотипов, Данил. Тебе это не только поможет, тебя это, ну, скажем, родит, как тренер. Человек с чистого листа лучше понимает и лучше впитывает информацию. Да. Он тебе поможет не только в фитнесе, не только в тренерстве, не только в кроссфит. он тебе поможет раскрутить свою социальную страницу, он тебе поможет научиться привлекать людей, создавать мероприятия, любые, хоть игровые, там, ну, любые. Он тебя прокачает по полной. Все, ребят, давайте по последним вопросу и все. У меня нет опыта, на первых тренировках был мандраж. Ого-го, самое главное преодолеть зажатость, а знание способствует. Спасибо, Жень, это хороший отзыв. Спасибо. Отлично. Миша, спасибо, мы с тобой будем работать и ты мне писал уже по поводу того, чем ты занимаешься. Я готов тебе помочь, и я даже для себя поставил цель. Для меня цель это у тебя 15 клиентов. Сейчас я знаю их двое или трое, да? Напиши, сколько у тебя клиентов. Цель 15 клиентов, Миша. За 5 недель мы сделаем это. Это похоже на VIP-задание, но, то есть, VIP-обслуживание мы в базовой версии это все сделаем. Да, ребят, кто готов принять участие, еще раз покажу вот эту страницу. То есть, на этот номер просто закидывайте на карту и все. Я вам присылаю в основании платежа укажите свою фамилию, я вам пришлю ссылку на группу, закрытую группу обучения, куда вас включу. И мы 23-го начнем. 23-го в 3 утра, вы первое, первый, первый, первый урок. Все, ребят, рад был с вами пообщаться, рад, что кому-то я был полезен и готов сделать из вас настоящих тренеров. Все. Субтитры создавал DimaTorzok